Точнее, наверное, уже раннее утро, скоро. Вы знаете, у меня не было в планах провести ещё один прямой эфир. И я понимаю, что сейчас, может быть, очень мало будет людей в прямом эфире, но это неважно, и для этого я провожу. Я хочу прояснить один вопрос. Вы знаете, я много снимала о заговорах, о ритуалах, как они составляются, почему именно так, а не иначе, как они работают и прочее. В последнее время начала слышать столько абсурдных и глупых высказываний именно касаемо вообще ритуальной магии, составления ритуалов, что, ну, как человек, скажем так, с чувством справедливости, но молчать я считаю неправильным. И хочу всё-таки высказать своё мнение по этому поводу. И просто прояснить, насколько это всё абсурдно и глупо, если честно. Значит, у меня есть ролик, посвящённый заговорам, называется «Тайна заговоров». Или «Тайна заговора». Можете набрать «Тайны заговора. Видим на изба». Но там я в основном говорю, как составляются заговоры, какие сущности в этих заговорах, почему именно эти сущности, чем, в чём их сила, в чём их важность, как они работают с человеком и как ведьма ими работает, этими сущностями. Но в последнее время, вы знаете, особо вот интересно, когда люди, которые ведут какие-то магические школы и прочее-прочее, несут такой чушь и ересь. Ты просто слушаешь и думаешь, и чему же вы учите людей? Я не могу понять. Вообще, чему вы учите людей, если вы сами понятия не имеете вообще о магии? Просто понятия не имеете даже, вот, я не знаю, нет слов. Значит, первое, что сказано о том, заговоры. Вот какие заговоры рабочие, вообще какие заговоры произносятся, как вообще с этими заговорами всеми обстоит дело. Значит, первый раз я к своему ужасу узнала, что, оказывается, каждый человек сам лично должен составлять эти заговоры, только тогда они работают, чужие заговоры не работают, надо самим составлять заговоры. Вы знаете, вот люди, которые лезут в магию, люди, которые говорят что-то о магии. Здравствуйте, Инесса. Люди, которые якобы обучают магии, я не знаю. Ведь таких много сейчас. Говорят о том, что каждый человек сам должен составлять заговоры, какие-то там своими словами прочувствовать, через себя пропустить, не знаю, что там пропускать нужно. Вы знаете, они вызывают просто какой-то ужас и страх, потому что мало того, что они сами знать не знают о магии, так они ведут его в полное заблуждение вообще людей, которые подумают, что они тоже вправе составлять какие-то заговоры. Я просто поражаюсь неграмотности этих людей вообще во всех сферах. Полностью неграмотные люди, потому что испокон веков, издревле, те, которые обладали особой силой, тщательно вообще скрывали все свои работы. Они передавали своим потомкам, своим детям. У них были тетради, были книги, в которых были древние заговоры. За этими заговорами охотились люди. В наше время для того, чтобы поднять марку своей книги и как бы сделать её более престижной, читаемой, чтобы её больше покупали, некоторые специально называют громогласными словами, например, «невники ведьмы Аглай» или «тетради Серафимы». То есть намекая на то, что это древние заговоры, что в них древние информации, поэтому нужно брать, покупать их, и они вас многому научат. Всегда считалось, что древние сильные заговоры просто на весь золото. И те, которые обладают этими заговорами, действительно, можно сказать, владеют миром, если плюс ещё и их силу добавить сверху. Как можно вообще нести такую абсурдную чушь о том, что каждый человек должен составлять заговоры сам или вправе это делать? Дорогие друзья, это всё равно, как каждый человек будет составлять там какую-то методику лечения, скажем, печени, да, сердца. Я смотрю просто у нас в Ютубе и вообще на просторах интернета столько чужей мути. Я, например, посмотрела один раз, как нужно растворять или раздробить, значит, эти камни, которые находятся в желчном пузыре. Вообще кто-нибудь в курсе, что эти камни трогать нельзя вообще. Если там большие камни, это отлично, радуйтесь. Потому что большие камни, они двигаются медленно, они малоподвижны, они лежат на дне вообще желчного пузыря, собственно говоря. Они могут иногда там коликами беспокоить, то есть покалыванием там стенки желчного пузыря. И вообще камни в желчном у каждого второго человека есть. Это нормальная вещь, обычно, если учитывать, что мы едим и сколько там внутри всякой гадости и химии. И вот накапливаются камни в желчном пузыре. Когда уже невдомёк, человек идёт или планово удаляет, или вот приступ случается, на скорой возит и удаляет. И человек, значит, учит, как надо пить уксус, как надо ещё что-то делать, учит, как надо растворять. И он даже близко, знаете, не знаком с медициной. Он даёт такие советы, которые могут для кого-нибудь стать скубительными. То есть кому-то это может стоить жизни. Почему? Потому что есть вот эта труба, по которой проходят эти камни, вот этот песок, даже не камень, песок проходит, он очень... Это очень тонкая-тонкая труба, очень тонкая, тончайшая просто. И если проходит иногда чуть больше там вот среди этих песков, этого песка, то есть камень чуть больше размером, да, он может застрять. И пока желчь не оторвёт обратно этот камень вот с этого вот, с этих каналов, путей, то у человека начинается приступ. А если он застрял в этих путях, то вы сами знаете, что начинается механическая желтуха, что у человека начинаются жуткие приступы, и если его вовремя не отвезут, то он может лопнуть, человек может погибнуть. То есть учат людей, как растворять камни в этих желчных путях, то есть убивают, по сути, человека. Я просто, не имея медицинского образования, но человек более-менее, да, эрудирован, я и то знаю, что это трогать нельзя, потому что пока эти большие камни лежат, это нормально. Если их измельчить, то можно погибнуть, можно умереть, он может застрять в этих каналах, и можно не успеть до скорой. То есть люди уже с первых приступов начинают задумываться о том, что надо от него избавляться, что со временем, может быть, прихватить, то есть можно наблюдать диету много лет, и как-то так это удержать, но если надоест, уже идти удалить и всё. И я просто вот посмотрела вот такой совет и думаю, что ж ты несёшь-то, твою мать? Ты не врач, ты знать не знаешь это всё, ты что делаешь вообще? Какой-нибудь идиот возьмёт, реально начнёт растворять эти камни и умрёт, потому что у него застрянут вот эти камни в этих путях. Вот то же самое происходит с магией. Абсолютно люди вообще далёкие от магии, знать не знающие магию, пытаются всем посоветовать. Понимаете как? Создаётся такое впечатление, что вот, например, есть такие злые ведьмы нехорошие, которые говорят, что вы знаете, дорогие друзья, что порчу, вообще проклятие даже ведьма своих близких людей не может снять. А тут приходят такие добрые маги-волшебники, которые говорят, что, мол, можно, значит, снимать с отца проклятие, с матери проклятие, можно снять кладбищенское проклятие. Это легко и просто делается. Люди, не ходите никуда, не оплачивайте ничью работу. И, значит, вот эта вот толпа вот таких тупоголовых людей, недалёких, бесхребетных людей, начинает писать, мол, вот вы хотите, чтобы все к вам приходили, вам деньги носили, и чтобы люди сами не умели это всё сделать. Это настолько дебилизм просто, вот дебилизм, вот, например, зачем ходить к стоматологу, зачем, например, ходить, ставить себе зуб, если он у тебя выпал или сломался. Можно самим, например, дома смастерить, перемешать какие-то ингредиенты, сделать какой-нибудь, да, всем доброй ночи, какой-нибудь там зуб смастерить, самому можно и прилепить, можно и клеймомент приклеить. Вот зачем ходить к стоматологу, давать деньги. Вот дураки же люди, правда? Можно же самим это всё сделать в домашних условиях, прикрепить себе, прекрасно ходить. А что здесь такого? Что, нельзя этого делать? Можно, почему бы нет? Зачем платить стоматологам? А никому вообще не приходит в голову, что Десна, вообще вот эта вот область Десны, она очень близка к мозгу. И любое воспаление, любой воспалительный процесс сразу ударяет по мозгу. Люди иногда умирали из-за того, что, например, во время удаления зуба или во время лечения зуба заносили инфекцию. У меня мой учитель физкультуры заболел желтухой, что потом пробудил рак. Я не знаю, каким образом это случается, это сейчас необъяснимо, я не буду сейчас это объяснять. Видимо, каким-то образом затронул раковые клетки. Так вот, он пошёл удалять зуб. У него зуб заболел ночью. Его отвезли удалять зуб. Он удалил зуб, оказывается, туда занесли какую-то инфекцию. Через некоторое время у него началось воспаление. Он заболел желтухой. Через некоторое время у него началась онкология. Так вот, он прожил после этого зуба. Буквально полтора года еле прожил. Они там тратили большие деньги, потому что он был мужем нашей директрисы школы, и они были такие хорошо живущие люди, то есть богатые люди. Они там потратились, но не смогли его спасти. Он молодой мужик, под 50 лет, он ушёл из жизни буквально из-за малейшей ошибки стоматолога, который был не очень опытен. Какой-то там сельский стоматолог, в общем, врач ночью вот он пришёл удалить, грязно сделал свою работу, занёс инфекцию и до свидания. И человеческой жизни нет, понимаете? Поэтому, когда вот везде и всюду все стали профессора, все домохозяйки открыли, значит, эти каналы YouTube, несут какую-то ересь, рассказывают, как их мужик в баре с кем-то познакомился, ушёл. Люди потеряли полностью вот бдительность, потеряли границу. И вот на чём держалась наша цивилизация, это на чести, совести, достоинстве, на каких-то личных тайнах, личных взаимоотношениях. Это всё вышло наружу. То есть всё можно показать. Человек тебе чем-то не понравился, пожалуйста, вся переписка наружу. Вот, посмотрите. Вот, значит, нормально, все аплодируют. Вот такие же опущены. Или человек там пошёл, то есть она пошла со своим мужиком в бар, он с кем-то заигрался, пошёл, она тут же, значит, достаёт этот канал свой, YouTube, снимает этот весь процесс, плачет на камеру. Вот он у меня ушёл, он такой вот так себя ввёл, мне так плохо. И всё такое. То есть уже ничего святого, ничего своего личного, интимного вообще не осталось. Уже осталось, чтобы люди ещё показывали, как они в туалет ходят. Одна дура объясняла, как ходить в туалет, когда с твоим парнем живёшь. Мол, там одна моя подруга своего парня выгоняла на балкон, закрывала дверь, пока шла в туалет. Ну вот ересь просто несусветная, понимаете? Ну вот, то есть люди, которые понятия не имеют о каких-то личных отношениях и так далее, учат других, как надо отношения строить, выгонять своих парней на балкон, чтобы сходить в туалет. И никому в голову не приходит, что люди со временем настолько привыкают друг к другу, что они совершенно свободно это делают, извините меня, может даже дверь не закроют, понимаете? Потому что они просто становятся единым целым, и никого на балкон выгонять не надо. Они становятся просто совершенно близкие люди. А здесь подросток просто, подросток тупорылый, 17-летний, значит, взрослых тёток учит, как нужно жить со своим парнем, с мужиком, не знаю, не стесняясь ходить. Понимаете, вот абсурдность дошла до того, что каждый человек стал профессором. С одной стороны, я ещё раз говорю, век прекрасный, с большими перспективами, с большими возможностями, когда раньше невозможно было быть, ну, отличаться от толпы, тебя бы загрызли. Если ты была певицей, ты была под каблуком ФСБ, они должны, тогда было КГБ, возить тебя лично по этим странам, ты зарабатывал эти доллары для страны, и тебе там давали какой-нибудь кусочек. Сейчас ты можешь работать на себя, если ты талантливый человек. С другой стороны, очень много бездарностей, которые пробиваются вперёд деньгами, поэтому у талантов, у которых малые возможности, им приходится идти долго. Потом талантливые люди, которые зависят от недобросовестных других людей, там продюсеры всякое-всякое, которые точно так же держат под колпаком, извиняюсь, точно так же контролируют эту ситуацию. То есть, понимаете, как двояко, вроде и хорошее время, много, если у тебя есть ум, ты можешь пробиться, показать себя, проявить себя. С другой стороны, если ты бездарностный, у тебя у папочки есть денежки, или у другого папочки, ты можешь тоже пробиться вперёд, некоторое время засверкать своими тупыми мозгами, ну, как там, знаете, песню, вот на сцене я стою, песню глупую пою, но с такой фигурой можно быть и полной дурой. То есть, ну, вот под момент попал человек и сверкнул, скажем так, умом. Вот точно так же вот эти многочисленные, знаете, вот эти бесконечные, без конца и края маги, колдуны, ведьмаки, всех мастей, несут такую ересь, что просто иногда, знаете, вот хочется взять и чем-нибудь тапком дать, просто по морде сказать, ты хотя бы подумай, что ты несёшь, что ты несёшь, просто говорить людям, вы сами должны заговоры составлять, чтобы они сработали. Ну, вот просто подумайте своей головой, для чего тогда древние, могущественные колдуны, маги того времени, один из них, например, был такой Яков Брюс, Брюсов, он был скандинавских кровей, это был самый сильный, которого знали, вот, скажем, человек, который пришёл в Москву из ниоткуда, через некоторое время, лет через 15, он покупает особняк, чуть дальше от Москвы, потом он покупает, значит, квартиры в Москве, особняки, он был самый богатый, могущественный колдун, и к нему ходили очень многие. Вот один из моих статуй, Сатаниэль, говорят, что перешёл от него, хотя есть несколько версий, я уже говорила, что версий много, это просто одна из версий, которую я озвучила, я не могу утверждать 100%, но я могу сказать, что эта статуя побывала у очень сильного человека, а тот ли был или другой, неважно, то есть его боялись все, и вот этот человек не жалел никаких денег, он покупал все древние книги, артефакты, какие ему попадались, он заказывал отовсюду, ему возили со всего мира, это был один из сильных колдунов, и вот вы представьте, если он ценил и знал, если он искал больше и больше знаний, более сильные работы, сильные заговоры, значит, он понимал, что есть толк в этом всём, понимаете, говорить людям, что они должны составлять заговоры, у меня волосы шевелятся на голове, когда такие люди говорят о магии, просто омерзительно, это просто дебилизм, я даже не знаю, да, Сухаревская башня когда-то была его кабинетом, здравствуйте, Лаура, дорогие люди, заговоры, это слова, которые передают духи, силы, боги, боги тьмы, как хотите, все эти силы, которые управляют нашим миром, заговор, это их слово, переданное вам, через ведьму, колдуна, через сильного человека, или даже просто через составитель этих заговоров, который может быть не практик, я уже о нём говорила, да, называют он ДОКА, и этих людей так зовут, то есть те, которые передают, которые собирают, но сами не являются практиками, но они отличные авторы, так вот, заговоры, это те слова, которые передают силы, через колдунов, ведьм, простым людям, чтобы они именно этими словами к ним обращались, то есть это те слова, которым они приучены, которые они хотят услышать, и через которые они приходят на помощь, я надеюсь, что вы поняли, то есть это слова, которые им приятно услышать, вот именно такими словами к ним надо обращаться, заговоры, которые открывают какие-то ключи, они открывают какие-то потайные двери, они открывают какие-то возможности, все говорят, вот Степанова там не работает, вот потому что вот надо составлять самим, кто сказал, что Степанова не работает, кто сказал, что не работает то или иное. Да всё работает в умелых руках. Просто Степанова, она, это, понимаете, какая-то совокупность вообще работы. Это авторы, авторы, которые собрались, точно так же создали сборники. Для того, чтобы был у них бренд, они взяли женщину. Степанова реально существовала, она жила. К ней ездили мои знакомые, ещё другие звонили ей. Она действительно жила, эта женщина. Это не была такая могущественная, как её описывали, но она была сильная ведьма. И она действительно жила. Но все эти книги, которые составлены как бы по Степановой, это не её. Она просто бренд. До сих пор её издают, хотя она уже умерла, наверное, лет 15 назад. Её уже нет. Так вот, Степанова и прочие, там очень много элементов древней магии. И профессионалы это сразу понимают, понимаете? Есть и много воды. Любой мастер, любой ритуал, любой заговор работает в умелых руках. Любой. Даже если это составлено, скажем так, не профессионалом, а просто этнологом. Есть этнология Сахаров. Сахаров, он написал книгу «Русское чернокнижье», в которых собрал все древние там обряды, обычаи, ритуалы. Он был просто этнолог-историк, но он собрал это всё. И там тоже есть очень древние заговоры, которые, между прочим, знаете, так вот профессиональным взглядом ты сразу видишь там очень много сильного, что можно взять и использовать для себя. То есть это реально сильные вещи. Теперь, ключи. Вот нет ключей, ключи. Послушайте меня внимательно. Ключи – это слова, пароли. Вот это определённые слова, которые вы даже не знаете. Вот какой ключ, например, вот сейчас я, для примера, сейчас я вам покажу. Настолько меня возмущает вот эта вот хрень собачья, что я уже молчать не могу реально. Вот говорят, тебе это надо, вот надо мне это, представляете, мне это очень надо. Потому что, ну, нельзя говорить людям, что они сами должны составлять заговоры. Пожалуйста, кто-нибудь в форуме, напишите мне, кто-нибудь может составить заговор? Хоть какой-нибудь вообще. Заговор. Люди стихи не могут себе написать. Не каждый человек, не каждому дано стих написать, хоть анекдот сочинить. И предложение, что вы сами должны составить заговор, но это мне просто ни в какие ворота не лезет, это тупистика настолько. Знаете почему? Потому что люди не профессионалы, люди вообще не знающие, что сказать. Люди, которые не способны не составлять ритуалы, не объяснять вообще какие-то такие тонкости магии, которые знать не знают, ну, не знают они ничего, ну, не знают они в магии ничего. И как вам объяснить, почему у них нет ритуалов интересных, почему у них нет заговоров интересных. Они объясняют очень просто и легко. А потому что нельзя, надо каждый, чтобы каждый человек сам составил. Я вас спрашиваю, дорогие люди, вот все, кто сейчас в форуме, сейчас мало людей, утром больше посмотрят. Кто-нибудь из вас может составить хотя бы стих, не то что заговор? Вот составьте мне, пожалуйста, какой-нибудь заговор интересный. Это нереально, это невозможно. Более того, я вам скажу, это страшно для обычного человека, понимаете? Тут нереально, невозможно просто, чтобы взять и составить заговор. От балды. Вы сами должны составить заговор. Вот вы хотите, например, да, я не знаю, найти работу. Вот составьте заговор найти работу сами. Из ниоткуда. Не берите нигде за основу ничего. Садитесь, составьте заговор. Ну, какой вы составите заговор? Хочу, прошу, чтобы у меня была работа. Пусть у меня будет работа. Это все, что вы можете сказать. Но от этого вам работа не придет, потому что вы и так хотите это. Вы и так говорите, мне нужна работа, я ищу работу. Вот и все. Но от этого уже работа к вам не прибавляется, не приходит. Вот, понимаете, ну вот абсурдность. Просто задумайтесь, дорогие люди. Ой, я не знаю не только про нее. Про это вообще непонятное существо я уже снимала, говорила. И это не только про нее. Тут много кто таких подобных существ, которые... Понимаете, дорогие друзья, это... Как вам объяснить? Это простое объяснение, примитивное объяснение человека. Почему у этого человека, если она себя называет ведьмой, если она себя называет практиком, да? Почему у нее нет своей работы? Не может у ведьмы не быть своей работы. Просто есть те, которые показывают, есть те, которые... Для себя я всегда говорила. Каждый человек вправе показывать свою работу, либо не показывать. Это его священное право. Но если человек выходит на каналы, если человек создает канал, если человек ведет канал как профессионал и критикует, или там говорит свое мнение о чем-либо, этот человек должен показать свою работу. Он обязан это делать. Он просто обязан это делать, потому что если ты врач, если ты хирург, значит, ты должен оперировать. Если ты говоришь, я оперировать не буду, я просто хирург, и объясню, как вы сами это можете сделать, ты уже не хирург, ты непонятно кто вообще откуда-то выскочивший, понимаете? Теперь, вот, например, слова-ключи. Значит, слова-пароли. То, чего вы не знаете, да? Вот, смотрите. Смотрите, сейчас скажу. Например. Из моей книги «Колдовство» сейчас я найду какой-нибудь заговор и объясню вам, где-то там ключ, например. Не, небольшой сейчас найду заговор, не длинный. Смотрите. Если тебе нужны люди срочно, вот, нужны деньги, люди, работа в данный момент, это для практиков, да? Значит, нужно говорить следующее. Трёх воронов призываю, один ко мне гонит народ, другой их ум мне подчинит, а третий с них дар соберёт и мне отдаст. Да будет так. Где тут слова-ключи, можете сказать? Ну, вот, ещё раз скажу. Трёх воронов призываю, один ко мне гонит народ, другой их ум мне подчинит, а третий с них дар соберёт и мне отдаст. Да будет так. Кто-нибудь нашёл? А я сейчас вам скажу. Соберёт, отдаст, призываю. Вот эти три слова-ключи, которые нужно взять для составления вот такого заговора, но поставить их правильно. Давайте я вам сейчас скажу. Призываю, отдаст, я не знаю, да будет так, да? Соберёт, отдаст, призываю. Вы ничего не поймёте, скажете, что это вообще хрень какая-то. Так вот, чтобы было понятно и практику, и простому человеку, надо на основе этих трёх слов составить заговор. Например, с него оторвись, ко мне прилипни. Оторвись, прилипни. Это тоже слова-ключи заговора, потому что издревле всегда говорили, пусть от него оторвётся, мне прилипнет. Да от него оторвётся, мне прилипнет. Оторвите от него, дайте мне. И так далее. Здесь самые такой обычные просто слова-ключи, которые я вам говорю. Обычно более такие сложные есть слова-ключи, особенно для практиков. Теперь, значит, следующие, одну секунду. Сейчас я хочу для обычных людей посмотреть вам слова-ключи. Не каждый человек может составить тот заговор, который будет работать, дорогие друзья. Понимаете, просто взять, у меня, как-то мне привозили книгу какого-то там великого колдуна. Вот, мы хотим подарить его книгу. Не буду называть, не буду, чтобы опять не сказали. Вот, пытается там кого-то там опустить и так далее. Не называю. Слова были следующие. Сейчас, блин, где же его книга? Где-то там валялась. Взять, почитать? Для смеха. Ну, например, если вы хотите, чтобы у вас было много денег. Читаем так. Я прошу, чтобы у меня было много денег, чтобы деньги, как там, ко мне прилипали, приходили. Чтобы машину я купила, чтобы яхту подарили, чтобы счастье принесли мне, чтобы мне шубы подарили, чтобы шубы были дорогие, хорошие. Ну, в общем, я так почитала, думаю, да, уж ты великий колдун, конечно. Так любой школьник может сесть и составить такие заговоры. Хочу, чтобы каникулы были, чтобы мне все пятерки поставили, чтобы все учителя меня любили, чтобы все время домой отпускали, чтобы у меня все время живот болел и чтобы я в школу не ходил. Прекрасный заговор, конечно, но только он навряд ли сработает, во-первых, и, во-вторых, там профессионализмом не пахнет, понимаете? Вот такого типа заговора, конечно, можно составлять, никто не против. Но работать будут ли они, вот в чем вопрос. Нет, да будет так, это не ключ, да будет так, это окончание. Это как итог, это закрытие просто заговора, это как окончание заговора, подытожить просто, как бы закончить. Это не ключ. Ключи – это те слова, которых узнают древние силы. Теперь объясню, скажем так, сейчас. Ну, например. Мой кошель, дом моих денег, наполняйся сей дом деньгами, великим словом моим заклинаю, деньги в свой кошель призываю, деньгами местными да заморскими, да заполнится сей кошель. Духи денег, саваж, нурмашка, нити толпы денежные в мой кошель да исполнится. Это мой заговор, денежный оберег. Там много таких заговоров, которые я дарила, да? Итак. Которые из них слова ключи? Я вам сейчас скажу. Дом денег, наполняйся, заклинаю, призываю, да исполнится. Но для того, чтобы вот на основе этих слов создать ритуал, нужно, чтобы там, чтобы там была логика. О чём? Просто взять, сказать, заклинаю, наполняйся, приходи. А что? Вот это слова ключи, которые работают. Чем наполняйся? Этими словами ключами ты можешь наполнить свою жизнь чем угодно. Можешь, например, созвать туда всё, что угодно. Можешь наполнить дом врага там злобой, смертями и злом. Можешь наполнить свой дом добром, деньгами, имуществом и так далее. Эти слова, которые ты берёшь, надо составить логично так, чтобы эти слова принесли тебе то, что ты хочешь. Понимаете? То есть на основе этих слов что ты созовёшь в свою жизнь. Это самые такие лёгкие варианты, которые я вам сейчас показываю на самом деле. И вот когда говорят, там нет слов ключей, поэтому оно не работает, это меня злит. Это меня злит, потому что, да, но подбирать должен непростой человек. Простому человеку это не дано. Это не подвластно. У него это не сработает. Более того, он может разозлить духов, если он начнёт составлять ритуалы, не имея на то права. Многие так составители ритуалов каких-то исчезли, и непонятно, где они находятся. У них жизнь закончилась очень быстро. По той простой причине, что составлять эти заговоры могут те люди, которым это разрешено. Через которых силы передают эти знания, эти слова передают простому человеку. Понимаете, как, вот это самые такие простые варианты, которые, да, я вам дала. Теперь, вот нету ключа и так далее. Они сами порой не знают, что такое ключ. Вот сами не знают. Если у них спросить, что такое ключ вообще, а как ключ, а чего, они не будут знать, что отвечать. Дорогие друзья, если бы надо было каждому человеку самому составлять ритуалы, если бы ритуалы вообще чужие не работали, абсолютно не были нужны, то не было бы этих древних книг магии. Их бы не составляли, их бы не покупали за большие деньги. Те люди, которые владели силой, они искали всю жизнь знания, они хотели найти знания, новые знания. Вот как мне очистить человека от такой скверны? Как мне очистить человека от этого? Вот нет у меня такого ритуала, нет такой. Сейчас вот такие абсурдные начали выставлять, там, снять проклятие матери и так далее. Ну, уже напрямую как бы воровать не могут, естественно, но что-то похожее хотят выставить. Такая ахинея, такая чушь, такая хрень собачья. Ну, выставляют, пускай выставляют. Тоже составители заговоров, понимаете? Значит, любому человеку открываем дороги дочери, призываем удачу отцу, очищаем кладбищенские порчи. Но вот всё надо делать простому человеку. Чистим сами, снять порчу самостоятельно, снять это самостоятельно. Ещё раз говорю, снять порчу самостоятельно, снять кладбищенскую порчу самостоятельно. Это всё равно, как сказать, делать операцию на сердце самостоятельно. Это одно и то же. И люди ограниченные, которые думают, что если кто-то запрещает нам делать ритуалы, которые нельзя делать простому человеку, значит, это тот человек, который жадный. Вот, она хочет, чтобы только к ней шли, чтобы не знали, как самим очищаться. Пожалуйста, очищайтесь. Одна женщина мне уже написала, что у неё после того, как она начала вот это всё делать, у неё в семье такое началось. Понимаете, много чего мне писали и говорили. Пускай сами очищаются, сами снимают себе порчу. Они даже понятия не имеют, что вообще порчу трогать самим нельзя. Что если человек подклад взял своими руками, он может через некоторое время сам умереть. Понимаете, они понятия не имеют, что целый рот изводится одной порчей колдуна, и простому человеку это не дано снять. Люди ездили хрен знает куда, чёрти куда ездили туда за помощью, за подмогой, за спасением. Они возили там корову дарили, машины дарили, на всё были готовы, лишь бы это заклятие снять, лишь бы дети жили. Потому что бывает рот, где первые дети, первенцы рождаются, умирают. Бывает рот, где женщины не могут родить или рождают там мёртворождённых детей. Всякое бывает. И как можно говорить, что простому человеку легко и просто это можно снять. В Казахстане есть такая женщина, её называют Апашка, ну как тётка. Как её имя, сейчас не помню, я извиняюсь. Я помню, что она одну русскую девочку там нашла, которая пришла к ней за помощью, она начала её учить, она её не отпускает. Она её как-то и назвала белая красавица. А как-то вот так. Она, в общем, её назвала белая красавица и не отпускает. И, в общем, она показывает такие причудливые работы. Вот для того, чтобы человеку снять онкологию, она приказывает им найти трёх чёрных баранов. Этих чёрных баранов надо как-то привязать или держать. В общем, через этих чёрных баранов этот человек ползком проходит. Она читает заговор, читает, читает. Он должен семь раз туда-сюда пройти. После этого эти чёрные бараны должны быть зарезаны. Их отправляют куда-то в поле, оставляют там мясо. Есть другой вариант, когда их отпускать надо в лесу, чтобы звери разорвали. Ну, в общем, и она таким образом лечит. Все люди, которые приходят туда, они говорят, какой-то причудливый какой-то ритуал вообще непонятный. Вот действительно непонятный, правда, если так подумать со стороны. А я вот поняла, почему она так делает, представляете? Потому что она передаёт эту болезнь этим животным. А после приказывает их резать и не есть, а оставлять зверям. Потому что онкологию, после как ты скидываешь на животное, естественно, это мясо есть опасно простому человеку, потому что через некоторое время у него может это начаться. Не потому что там зараза поселилась, а потому что там проклятие, онкология поселилась. Понимаете? Она вытаскивает болезнь у человека и вселяет в этих животных. То есть, когда человек проходит, да, начинает проходить через эти животные, ну, под их ногами проходит, то есть, естественно, как бы взаимодействует, она стирается, он как-то там переклад, вот именно, переклад или перекид болезней на животных. А люди стоят и думают, какие-то причуды она делает. Потом, есть такая болезнь, нужно, берет она палку и начинает бить. Естественно, не до крови человека, начинает так как бы колотить, так слегка бьет, там касается этого человека, как бы бьет палкой и приказывает этой болезни уйти, исчезнуть, вот заколю, убью, там, не знаю, чего там, накажу, выйди, зиди и так далее, и так далее. И вот она сказала, мне, говорят, пришли из города и говорят, бабушка, вы не продадите нам эти волшебные палочки, мы хотим вот одного человека вылечить. Она говорит, я думаю, вы что думаете, что всё дело в палках? Я говорю, я им дала палки в руки и говорю, давайте бейте друг друга, я посмотрю, как вы друг друга вылечите. Понимаете, то есть, представьте, это какие знания. И за эти знания люди ездили, я не знаю, за миллион километров они ехали туда, чтобы эти знания получить. Вы представляете, какое оскорбление, скажем, для сил магии, когда их вот так примитивно воспринимают, что заговоры – это фигня. Вообще эти все древние заговоры, они не работают, они не нужны, нужно самим составить, тогда только сработают, всё такое. И хорошо, самим надо составить, покажите людям технологию, и как надо составлять. Есть такой ритуал, есть такая тайна, заговоры, которые можно составлять самим, просто напрямую взять и составлять заговор самим, и научить людей, как это надо делать. Вы понимаете, насколько это омерзительно со стороны смотрится, люди? Это настолько неуважение. Это, представьте, веками люди дорожили вот этими силами, они веками относились, они, может, и ничего не понимали, как эти ведьмы-колдуны лечат, я не знаю, снимают. Может, они ни хрена не соображали в этом всём, но они относились с уважением, потому что они видели результат. Они видели, что человек, которого забрали, пускай там пустили под эти три барана семь раз туда-сюда, начитывая что-то. Может быть, человеку показалось это причудливым, но когда человек умирает, он цепляется за всё. Он сказал, хрен с ним, я пройду через этих баранов и посмотрю, как это возможно. И он прошёл, и он прошёл, и получил исцеление, да? И ему всё равно, как это случилось, почему именно так случилось, почему здесь эти бараны, почему их надо резать и так далее. Они покорно выполняют всё, что им сказано, они лечатся, они получают исцеление, у них жизнь продлевается, они счастливые уходят благодаря от всех богов, что вот эта женщина есть, и она смогла помочь. И когда такие люди выскакивают просто, выскочки из ниоткуда, приходят и говорят, что это всё фигня, это вековая мудрость, херня, и что вот это всё знание, ведьм, ерунда, это всё не нужно, надо самим всё это составлять, читать. Вы можете представить абсурдность и обиду, и боль за это всё? Это настолько омерзительно и противно слышать. Слышать, потому что я знаю, что это такое, они понятия не имеют. Потому что я знаю, что такое пожелтевшая тетрадь моей бабушки, которую я взяла тайку, начитала кое-что, и провела эксперимент со своими одноклассниками. Если бы кто-нибудь мог увидеть моих одноклассников и спросить про меня, про причудливую просто женщину, девочку, которая их пугала, предсказывания какие-то говорила, то какие-то там с мёртвыми какие-то там передавала им, у кого кто помрёт в скором времени, что сказать. Они меня уже боялись, они меня называли чёрной кошкой, говорили, что они меня боятся, как чёрная кошка приносит несчастье. Вот они меня очень боялись. Потому что кто меня обижал, то падал лицо, разбивал, то ещё что-нибудь. Они говорили, что меня охраняет чёрные силы. Потом начали говорить, что я дочь сатаны, что я вообще опасный человек и так далее. То есть они меня знают с детства. И человек, который с детства жил вот в этой сфере, в этой атмосфере, человек, который знает, что такое силы заговора, когда, я вам ещё раз говорю, я забрала бабушкин заговор. Там написано, как надо показать, значит, лешего. Каким образом? Я пошла, это сделала. Мы пошли с детьми с этой тетрадью. Мы пошли в лес. Ну, лес у нас прям рядом, потому что у нас там так сразу река. Лес начинается, сначала малый лес мы называем, потом уже дальше более такой глубокий, так, заросли. Мы пошли туда. И я начитала, по-моему, 8 человек у нас было, я не помню. Я что-то там начитала, и никто не появился. Все начали надо мной громко смеяться. Мол, а, ведьма тут пришла, понимаешь. Вот, нихрена не вышла у тебя и так далее. Начали надо мной смеяться. Потом смотрим, там мужик идёт, дед старый. Обычный человек, ничего причудливого, ничего в нём не было такого, как вам сказать, такого страшного или там мистического. Обычный человек прошёл, дедушка, ну, в этих, своих этих вещах, что-то там тащил бревно. Но когда дедушка повернулся и посмотрел на нас, у него не было зрачков. И вот мои одноклассники, там и другие были дети. Они, знаете как, они с таким криком убежали. И как бы я ни пыталась, как бы сказать, сбагрить это событие, чтобы дома не узнали, они всё-таки рассказали, потому что дети заболели. И две женщины пришли к нам на разборки. Поскольку мама моя была зауч школы, бабушка моя была, значит, наша классная руководительница, мамина мать, то понятное дело, что мне приходилось терпеть бедному ребёнку. Во всём я виновата и всё такое. Ну, конечно, чужих детей же я не накажу, наказать надо свою. Понятно. И вот они пришли, пожаловались, что дети заболели, какие-то там она колдовские вещи читала. И у меня было вообще такое, что не дай Боже. И после этого я заболела. После этого я чуть не померла. Меня там лечили, принесли землю рядом с погостом. Там церковь у нас, обычно хоронят прям церковь и посреди кладбище. Там есть княжеское кладбище старинное. В этом княжеском кладбище два моих деда, потому что они были княжеского происхождения. Так вот, вот с этого кладбища принесли землю, намазали меня всю эту землёй и водой какой-то начитывали. И мне просто приказали сидеть. Я абсолютно голая сидела вот на этом. Я помню, что у меня брат двоюродный пытался зайти в комнату, с окна смотрели, надо мной издевались. Но я была ребёнком ещё, мне было мало лет, мне было где-то 8-9 лет, где-то так. Я там кричала, что на меня смотрят с окон. В общем, там целая история. Пока я высохла. Я высохла, и меня начали смывать с меня водой. И вот тогда у меня жар прошёл, я очухалась. После этого они сказали, ещё раз ты эту тетрадь тайком заберёшь, можешь умереть. Вот я после этого поняла, что это всё серьёзно, это не детский сад и не игры, понимаете? И когда вот такому человеку такие вещи попадаются, когда я такое смотрю, мне просто так омерзительно. Ну что вы творите? Вы что несёте просто? Какую ересь вы несёте? Чему вы учите людей? Что значит надо составлять самим эти заговоры? Для того, чтобы мне иметь возможность составлять эти заговоры и вообще передавать, прошло, знаете, не один десяток лет. Люди охотились за древними заговорами, потому что я вам сейчас объясню, почему, например, мои заговоры работают у людей и сразу получаются. Потому что за основу этих заговоров очень много древних названий, много сущностей, которые в древности часто призывались, да, много вот слов-ключей, которые мало кто знает, мало кому знакомы. Призыв определённых сил, призыв древних культов богов, которые тысячелетиями поклонялись. То есть это те сущности, те слова, те выражения, которые тысячи, тысячи, тысячи лет использовались людьми. А если они использовались людьми, значит, они полны энергии. У них очень сильный эгрегор. Как вам сказать? У них сильное поле энергетическое. То есть вот вы говорите эти слова, и вот эти силы, которые тысячи лет назад их уже слышали, в новом формате пускай слышат, неважно, они приходят. Они приходят и помогают. Именно поэтому эти древние заговоры темы сильны, что в них вложена очень большая сила. Они много раз использованы, а значит, они сильны, понимаете? Сильны точно так же, как древний артефакт, как старинная книга, как старый замок, потому что там очень много человеческой энергии было. Этой энергией оно пропитано. Поэтому и называют места силы, например. Хотя места силы, я не считаю, что люди, которые по местам силы ходят, они сразу становятся сильными. Не от этого зависит. Места силы могут быть и опасны, потому что там рядом могут быть и погосты. В местах силы могли быть очень много убийств и прочее, прочее. И там могут быть и сущности бродячие, которые прилипнут к человеку, которые могут подселиться и испортить жизнь человека. Так что к местам силы тоже не относитесь. Вот места силы, мы прошлись по местам силы, и всё у нас прекрасно. Нет, не всегда это так. Не всегда надо ходить по этим местам силы. Они гиблые порой места, понимаете? Порой места гиблые. Иногда люди ходят по Лувру, после этого заболевают, потому что там огромная энергетика, собрана столько всего. Люди, которые любят антиквариат, покупают, вот расставляют весь дом антиквариатом. Потом начинают болеть. Потому что они купили с этими старыми вещами ещё и хозяев в том числе. Потому что, ну как же, человека убили перед этим зеркалом, там оторвали шеи бриллианты, да? И вот человек через 200 лет покупает эти бриллианты, это зеркало, радуется, вот антиквариат, прекрасно. А ты истории не знаешь, и ты берёшь вместе. Вообще ведьмы, они, как правило, они предпочитают брать как бы новые вещи там в этом для своего интерьера. Они как-то так, знаете, не очень любят вот эти все антикварные штучки. Хотя они ведьмы, по сути, должны любить. Очень редко, когда они чувствуют, что там энергия добра, тепла, спокойствия. Вот мне, например, нам домой вот одна женщина старая, такая уже бабушка, которой мы помогали, иногда ходили в дрова ей там, пилили вот эти наши мальчики. А мы ходили, собирали. И она в один момент маму позвала и подарила ей старинный комод. Она это сделала от чистого сердца. Это был комод её матери, который передался ей, до этого её бабушке. Это очень старинный, красивый комод. Она нам передала. Это совершенно другое. Ведьмы никогда не будут брать ворованной, потому что они знают, что в этих вещах обязательно есть либо кровь, либо смерть человеческая, либо, знаете, ну, ворованной, извините меня, это проклятие полно. Человек проклинает того, кто забрал его труд, правда ведь? Никто же радостно не отдаёт свой труд. Человек идёт там, я не знаю, день и ночь не спит, работает, копит, а какая-нибудь тварь приходит, забирают, и ведьмы никогда такое не возьмут. Они знают, что там энергия зла, что там энергия страдания ничем хорошим не закончится. Ведьмы никогда не возьмут золото или там имущество людей, которые, скажем, внезапно погибли, а родные и близкие пытаются продать. Ведьмы не покупают дома, где было убийство, где лилась кровь. Ведьмы не стремятся к таким местам. Понимаете, образ ведьмы очень сильно искажён. Образ ведьм сейчас превратили в образ каких-то шелюндр из базаров, которые там красятся до невможности. Вот эти все вот гримасы, маски, вот эта вся хрень, двухметровые ногти. Но не это есть образ ведьмы. Ведьмы – это работающая женщина, это рабочая женщина. Это женщина, которая в халате может творить чудеса. Может, понимаете, в простых там спортивках сидеть и рассказать такие истинные мироздания, что просто спасти несколько жизней, которые уже не знали, куда деваться. Вот это и есть ведьма. Она передатчик, если так грубо сказать. Она просто проводник этой мудрости, которой дают боги силы, духи. Вот она, ведьма. Ведьма никогда не скажет человеку, иди составляй заговор. У меня просто слов нет. Когда я уже это часто начала слышать, я думаю, дайте-ка я всё-таки скажу людям. Ну, что за хрень вообще, в конце концов? Это что за хрень? Это вообще, я не знаю, я не знаю вообще, что сопоставить такой тупости можно. У меня слов нет, ей-богу. Мы сейчас не о вашей бабушке говорим, если вы заметили. Другой момент. Кто такие сущности, которые в заговорах появляются, увидим, да? Сущности, на которых основывается заговор. Та же сущность чёрного кота, которые идиотские тупорылые существа высмеивали, даже не понимая, что это такое. Вспомните древний заговор от грыжи позвоночной. Кот-котище, выгрызай, выедай, чёрный кот. Чёрный кот часто появляется в заговорах как некая сила, некий проводник между мирами, духов и людей. То есть дух чёрного кота, дух ведьмы Соломеи, который я в нескольких заговорах вам подарила. Значит, там сущностей очень много. И эти сущности, они все веками призывались. И я стараюсь, когда я дарю людям заговоры, не только простым людям и практикам, я стараюсь как можно больше основывать эти заговоры и ритуалы, как можно больше, чтобы там было именно сущности, именно слова, именно зазывы, призывы и так далее, которые веками использовались. Тогда они ещё сильнее, понимаете? Они ещё сильнее. Но для того, чтобы я знала, как это всё сделать, как мне это, скажем, как мне это всё составить, я должна это знать. И эти знания у меня должны быть. Я с воздуха не могу вам составить и дать такое, что оно сработает. Потом, откуда вы знаете, что эти работы, которые я предоставляю вам, может, они были тысячелетия назад, может, сейчас с помощью меня воспроизводятся, немного в более современном виде, но, может быть, они были уже на много тысяч лет назад, они просто утеряны, снова они приходят. Ведь информация имеет такую, знаете, особенность возрождаться по новой. Если ген народа возрождается, перевозрождается, ген народов меняется со временем, приходит более древний ген и берёт вверх, то представьте, что информационные слои, которые проходят через ведьм, они всё время перерождаются, они всё время обновляются, они всё время передаются через много тысячелетий снова и снова людям по новой. Поэтому иногда я говорю, что очень может быть, что эти заговоры, ритуалы, немножко видоизменённые, более современные, но они были тысячелетия назад, но я просто не знаю их, не читала, другие не видели, но через меня они пришли, понимаете? Потом ставы, рунные ставы, рунные ставы, которые постоянно говорят, вот рунные ставы, там, значит, рисуйте и так далее. Я поняла, но мы сейчас и не про зеркало говорим. Рунные ставы могут и разрушать. Рунные, которые рисуются якобы, знаете, вот они узнали значение рун, да, что вот фэхо – это победа. Вот рисуйте там, извиняюсь, ну, деньги, да, деньги там, имущество, победа и всё такое, ещё по-разному рассматриваются. Вот нужно рисовать, там, значит, носить с собой, и будет у меня, значит, не знаю, что такое под человека, приходят слова, извиняюсь. Но вы понимаете, что победа, вот в этот момент, в каком настроении вы нарисуете эту руну, изобразите. Может, в этот момент у вас депрессия, просто сильнейшая, и нарисовав руну победы, вы как бы вложите туда информацию, чтобы депрессия меня победила, понимаете? Вот так будет у вас сказано. А не победу я хочу, потому что вы не умеете работать с рунами. Я сто лет, я уже не помню, студенческие годы я ещё руны изображала, и у меня были особые ритуалы обращения к Одину, я как-нибудь это покажу. Они были более наивные, естественно, сейчас более сильные, получается, работы, это понятно. Но для себя я использовала это всё. И я хочу вам сказать, что сама изучая руну магию столько лет, не могу вам назвать себя рунологом, и не имею права, потому что рунологи – это особая масть. А все берутся, там две руны нарисовали, рунологи они все, понимаете? Рунологи 40-50 лет изучают, и то до конца не знают, извините меня. Значит, я знаю Вуду, я получала посвящение Вуду, я изучала Вуду, я практикую Вуду, но я не могу сказать, что я колдун Вуду. Я даже это сказать не могу. Я изучала русскую магию, то есть это называется равнинная магия, да, славянскую магию. Но я не могу сказать вам, что я спец по славянской магии. Я ведьма, я изучаю все эти направления, я через эти направления дарю людям работы, ритуалы, знания и так далее. Но я не могу сказать, что я сильнейшая и более профессиональных нету. Назвать себя профессором в той или иной отрасли магии тоже не могу назвать. Я знающий человек, этого достаточно, понимаете? И поэтому, дорогие люди, не составляют простой человек ритуалы заговора, не дано этому человеку. Потому что через этого человека духи не передают в мир ту информацию, которую надо. Древние заговоры работают, не просто работают, они нужны и не должны быть. Чем древнее заговор, тем сильнее, потому что вековая энергия накапливается, вот это эгрегор усиливается этого заговора, и он работает. Поэтому тысячелетиями люди охотились за древними артефактами, за древними книгами, зная, что там некая сила сокрыта. И если эта сила подчинится им и поможет, то они могут стать чуть ли не властителями миров. Настолько это сильные были работы и есть. Поэтому говорить, что каждый человек сам должен составлять, а эти все, то есть получается тысячелетняя работа магов, колдунов, чародеев, это все фигня. Давайте выкинем, и будем составлять свои заговоры. Там, например, деньги, деньги, приходите в мой дом, траля-ля, я куплю себе машину. Неужели? Неужели это все намного сильнее и лучше, чем эти древние, просто старинные? Почему, например, мои работы интересны? Хотите, я вам скажу? Потому что пронизаны они историей, древностью, потому что там воздействованы такие силы, такие духи, такие сущности, о которых мало кто знает. Понимаете, когда я составляю этот ритуал и передаю людям, они понимают, что это древние знания, которые не везде можно найти. Пусть они, скажем так, по-новому переданы, по-новому это отдается человеку, они с новой точки зрения отдаются, но это древние знания, это все древние сущности, это все древние понятия, древние ритуалы, традиции, это все культы богов, которые тысячелетиями просто правили мирозданием, а значит, они сильны. Вот поэтому мои работы и сильны, и интересны, дорогие люди. Понимаете? Откройте, если вам интересно, откройте служение и поклонение и узнаете, что молиться богам, просить у богов и так далее, это совершенно иное, а служить богам это совершенно иное. Служение и поклонение откройте, посмотрите мой ролик, там все объясняется. Итак, дорогие люди, что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что древние заговоры нужны, они основа магии, и если мы создаем что-то и оно работает, потому что мы, можно сказать, стоим на плечах титанов. Знаете, как сказали археологи, которые, Генрих Шлиман, по-моему, да, который нашел трою и сказали, это ваша заслуга, вы нашли, он сказал, я нашел трою, потому что я стоял на плечах титанов, то есть всех людей, которые до меня столько изучили, оставили мне столько информации, что я пользуюсь этой информацией и нашел. Так вот, мы стояли и стоим на плечах титанов, поэтому мы через этих титанов, которые жили до нас много тысячелетий назад, через них, через силу богов, через силу тьмы, через те силы, которые руководят и властвуют судьбами людей, через те информационные пласты, откуда мы берем эту всю информацию, это все нам помогает воссоздавать или создавать работы, которые очень ценные, как для простого человека, так и для практика. И еще много сотен лет после меня, поверьте мне, эти работы будут жить, и много может быть еще дальше, но сотен лет они будут жить однозначно. Многие будут переписывать, многие забудут, может быть, даже автора, но это не имеет значения. Чем много эта работа будет идти, тем больше сил будет идти ко мне туда, когда я уйду. Так вот, следующий момент. Нельзя, невозможно простому человеку их составить. Простому человеку это не дано. У простого человека нет ни знания, ни базы, нет ни основы, нет ни разрешения, и простой человек не имеет связи с миром духов. И, значит, духи ему не могут сообщить те слова, которые им хотелось бы услышать, которые им приятно слышать, чтобы исполнить ту или иную просьбу человека. Поэтому простой человек его составлять не просто не вправе, не способен, не сможет. Следующий момент. Простой человек не может снять никакие порчи, это нереально. И если ведьмы говорят, что это невозможно, не потому, что они алчные, хотят, чтобы вот нам платили, только нам, а вот если человек сам будет уметь это делать, не из-за этого, мы абсолютно этого не боимся, не переживаем, потому что вместо того, чтобы снять порчу, вы эту порчу усугубите, вы еще по башке получите, будете умолять нас и заплатите десять раз больше. Совершенно не переживаем, не беспокоимся по этому поводу. берет алчность людей, понимаете, это все рассчитано на вашей алчности, что мол, а зачем я работаю на заводе, вот я могу научиться колдовать, это же легко, они же говорят, что это легко, а как еще они должны вам впаривать свои эти школы магии, говорить вам, что вы тоже можете колдовать. Если они скажут, что это невозможно, вы же туда не пойдете, правильно? Если они скажут, что вы можете брать книги или можете не брать, вы же не возьмете их книги, правда? Если они будут, как я, вам дарить ритуалы, заговоры, прежде чем издавать эту книгу, вы же можете не взять, правда? Я же что говорю, есть возможность, возьмите книги, нет возможности, моих ритуалов полно на сайтах моих, на каналах моих, на этом, в группе моем, там вообще разложено по полочкам, пожалуйста, берите, пользуйтесь, нету средств, берите это, нет возможности ко мне обращаться, проведите сами, вот я вам дала много чего, те чистки, которые самим можно сделать, и призывы, денег и так далее, откроются у вас дороги, вот вы будете иметь возможность ко мне прийти, захотите, придете, нет, дальше продолжать, то есть мало людей, которые сначала столько дарят, а потом издают, потому что я уверена в себе, потому что я знаю, что не книгами я живу, понимаете, и мне нет нужды впаривать кому-нибудь, и ко мне столько людей и так ходят, что мне вообще нету абсолютно никакой нужды, как-нибудь там какие-то школы магии открыть, чтобы там люди пришли, слушали, может быть, в моей школе магии я буду говорить очень умные вещи, в отличие от других, но я не хочу этого делать, я не считаю, что нужна школа магии, зачем она нужна, вот вам школа магии, зайдите, любую тему откройте, послушайте, узнайте все, что вам интересно, зачем мне школу открывать, чтобы деньги с вас драть, и что, я могу это тоже самое вам сказать за деньги, пожалуйста, без проблем, хотите платить, пожалуйста, вон одна баба открыла там какую-то школу, тороп, 50 тысяч у нее курс обучения, чего она обучит, можете мне сказать, я вам скажу, вот эта карта, вот эта означает, вот эта карта, вот то означает, эта карта, то никаких претензий, можешь смотреть по картам, очень хорошо, не можешь, ну не дано тебе, нет у тебя силы, я же тебя обучила, а ты не можешь, какие претензии, никаких, понимаете, и вот эта жадность, алчность людей, мол, ой, мы же тоже откроем салоны, мы будем тоже колдовать, и никто не задумывается, если бы это было так легко и просто, почему в древние времена, неужели люди были такие идиоты, да, такие дебилы были, что ездили хрен знает черти куда, чтобы получить спасение, помощь, значит, они знали, что есть профессионалы в этом, и что не надо встревать чужую работу, что не каждый может колдовать, что не каждый способен снимать порчу и прочее, и это не основано на алчности, что вот я хочу только я, чтобы люди вдруг не знали, сами не сняли, я знаю, что люди сами это не снимут, им это не дано, понимаете или нет, им это не дано, просто-напросто, они не знают, как это надо делать, вот у меня иногда приходит момент, вот некая такая, ну, сильная вещь, которую надо снять, я знаю, там, несколько вариантов, но не подходит, и мои работы не подходят, и другие не то, как же мне быть, я вот сижу и думаю, и вдруг мне ночью один раз пришел сон, когда я хотела снять женщину, и очень такую страшную вещь, меня ведет за руку женщина в таком черном капюшоне, волосы, видно, что это женщина, женская фигура, лицо не видно, она меня ведет по черному такому коридору, я захожу, стоят две женщины, одна сидит, и одна из них крутит над головой, значит, такую чашу с огнем, и читает особые слова, я проснулась, побежала к тетради, записала и забыла, с меня ушло, я даже не помню эти слова, но это мне дано, и я начала вот этими словами, этим заговором снимать, вот не буду называть, какую работу, вы знаете, как снимает, прекрасно снимает, вот мне это дано, мне разрешили, мне показали, и я начала это делать, многие заговоры работы я отдавала людям, практикующим, некоторые это не оценили, некоторые оценили, ну и хорошо, но я им передавала, то есть то, что лично мое, я им давала для таких работ, следующий момент, я даже не знаю, что еще можно сказать, в общем, дорогие друзья, должно быть дано, даже если вы 40 лет будете учиться, не гарантия того, что вы сможете стать хирургом таким, с мировым именем, чтобы лечить людей, даже если вы по всем этим школам магии будете шастать, абсолютно ничего у вас не откроется, и никогда, и ничего не будете вы уметь, вы все равно, у вас будет жажда знаний, вы все равно, добрый день, Марина, вы все равно будете ходить, узнавать, пытаться узнать что-нибудь еще новое, потому что вы не узнаете ту информацию, которую вы там искали, нереально, если вам это не дано, вам это не дадут никогда, это невозможно, еще раз хочу вам сказать, заговоры даются силами, через тех людей, которым разрешено эти заговоры применять или подарить, древние заговоры, они очень сильные, они очень нужны, они работают, нельзя их выкидывать в сторону, говорят, что они не нужны, и надо какие-то заговоры составлять сами, что касаемо Степана, что касается других там книг, все они работают в умелых руках, все, если у простого человека они не работают, потому что простому человеку это не дано, а профессионал возьмет оттуда свое, сразу увидит лишнее, откинет, воду эту выкинет, все это уберет и будет применять, понимаете, руны лучше подарите человеку, который практикует, выкидывать, они обидятся, сжечь они тоже могут обидеться, где-нибудь оставить, может тоже их обидеть, понимаете, поэтому лучше отдайте человеку, который практикует, и будете целостность и сохранность. Итак, дорогие друзья, есть вопросы, я вас слушаю и пойду, наверное, отдохну, потому что мне прям уже, знаете, мне нужно было это все высказать уже, потому что я смотрю, такая хрень творится, ну такая, такой мракобесий, такая, такая тупость, такой дебилизма, когда люди, которые себя ничего не представляют, не знают даже, что такое заговор, как вообще это составляется, говорят, что они не нужны. Конечно, когда, знаете, у лисы морда не дошла до винограда, помните, да, что она сказала, вот то же самое происходит, это ужасно просто. Если заговоры не нужны, если заговор должен состоять каждый человек, если порчу можно снять каждому человеку, если магию может изучить каждый человек и применить, тогда на хрена нужны ведьмы, ответьте мне, пожалуйста, на кой хрен они вообще нужны тогда? Они сами не понимают, что они этим себя унижают, открывают какие-то школы и говорят, что магией может все заниматься, все могут, все способны. Тогда вопрос, а вы зачем тогда нужны? Получается, что вы такие же, как и все, ничем не отличаетесь, значит, вы не можете ничему учить. Понимаете, это унижает магию, но это люди, которые от магии очень далеки, поэтому они не понимают, что они делают, что они творят, к чему это приведет и о чем они говорят, потому что там нету логики. Это люди очень далекие от магии. которые пытаются просто заработать. Это коммерсанты, и больше никто. Ведь может же вопрос возникнуть, правда? Но если мы все можем колдовать, тогда вы чем лучше нас? Почему вы школу открываете, а не я могу вас обучить тогда? Давайте я вас обучу. Мы же все можем колдовать, правда? Ну, это абсурд, понимаете? Это просто абсурд, и больше ничего. Ну, те, которые хотят стать колдунами, магами, пожалуйста, пускай. Напоследок вам скажу такой анекдот, когда один друг говорит другому, ты знаешь, я вот пошел, отдал там 20 тысяч долларов какому-то крутому магу, чтобы он меня обучил ясновидению. И он говорит, ну и как обучил? Ну, в принципе-то нет, но зато я сейчас ясно вижу, что я идиот. вот те, которые хотят ясно увидеть, что они лохи, могут идти в школу ясновидения. Они потом ясно это увидят. Это единственное, что они ясно увидят, больше ничего. Есть вопросы? Я вас слушаю напоследок. Да, элементы. Элементы потом различные пришли в магию, понимаете? Тюркские элементы, магия народов, которые как бы то ли завоевывала, то ли отвоевывала эти земли. Это уже другой вопрос, сколько там различных элементов. Можете посмотреть тюркские элементы в русской магии, да, и много чего. Но это уже взаимодействие культур. Это уже как бы переманивает друг от друга там знания, которые очень сильные нужны. Это другая тема совершенно, созданная на определенных там, как бы сказать вам. Например, вот люди уже не первый раз пишут, что монгольские заговоры мои очень сильно работают. А я говорю, почему? Потому что это очень древнее познание, и некоторые тексты, некоторые слова, они настолько древние и сильные, что они сразу начинают срабатывать. Да пусть идутся с этими надеждами куда подальше, реально. Потому что люди, которые радуются еще и спрашивают, а вот с матери дайте там порчу снять, как можно, с отца снять, с соседей снять. Эти люди вообще у меня не вызывают ни капли жалости. Мне совершенно их не жалко. Я знаю, что они возьмут на себя онкологию, я знаю, что они возьмут на себя бедствие. Мне этих людей не жаль, совершенно. Потому что они настолько отупевшие, что даже вопрос себе не задают, как я могу со своей матери снимать порчу. Ну что это за чушь собачья? Даже по предназначению они не имеют права это делать. Не имеют, потому что это мать их родила, а не наоборот. Понимаете? Что ведьмы иногда прибегают к таким, ну просто в крайних случаях, и то боясь, опасаясь, и то расплачиваясь потом. А здесь нормально, что у матери сняли, у сестры сняли, у бабушки сняли. Ну дебилизм. Они сами-то читают эти молитвы или как там? Нет. Вот там написано, прочитайте. Обычный аферизм, ну есть такие, вон там одна, Наташка с одним товарищем создали, лохотрон, хорошо зарабатывают, почему бы нет. Ну там она молитвы ставит, вот возьмет с сайта, и все бегут эти молитвы какие-то делать. Все, дорогие друзья, я на этом закругляюсь, утром это пересмотрят люди, и я думаю, что здесь будет полезная информация для людей. Всем удачи, всех благ, и доброго утра уже.